Совет безопасности приступает к рассмотрению пункта 2 повестки дня. В Карабахском экономическом районе в связи с трагической гибелью двух гражданских лиц и четырех полицейских в результате инцидентов с противопехотными минами, которые, как утверждается, были заложены армянскими вооруженными силами. По официальным сообщениям, Азербайджан проинформировал российский миротворческий контингент и совместный российско-турецкий центр по мониторингу об этих мероприятиях для того, чтобы не допустить широкомасштабных провокаций армянскими вооруженными силами, нейтрализовать их военную инфраструктуру, а также обеспечить их вывод и восстановление конституционного порядка Республики Азербайджан. Судя по событиям, произошла серьезная эскалация в военных операциях, поступают сообщения о том, что азербайджанские силы прорвались через линию соприкосновения, были сообщения о потерях, в частности, среди гражданского населения, а также были эвакуированы несколько тысяч человек в регионе. Российский миротворческий контингент понес также потери и задокументировал многочисленные случаи нарушения прекращения огня. Организация Объединенных Наций, которая не присутствует ни вдоль линии соприкосновения, ни в других районах под мандатом российских миротворцев, не имеет возможности проверить или подтвердить эти различные утверждения и сообщения. Позвольте, тем не менее, напомнить о чрезвычайной обеспокоенности генерального секретаря в связи с тем, что недавно возобновились бои и столкновения, в результате чего погибли гражданские лица, включая детей трагические. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также выразил обеспокоенность в связи с последствиями того, что вновь применяются вооруженные силы последствиями для мирных граждан. Он отметил, что критически важно вернуться к мирному процессу и работать над соглашением, которое зиждется на уважении прав человека. Генеральный секретарь настоятельно призывает все заинтересованные стороны неукоснительно соблюдать прекращение огня, достигнутое в 2020 году в соответствии со совместным заявлением, принятым 9 ноября того года, и продолжать выполнять их обязательства, в частности в том, что касается международного гуманитарного права и международного права в области прав человека. Председатель. Эскалация произошла после столь необходимой доставки в предыдущий день, 18 сентября, грузов, муки и других важных медикаментов одновременно через Лачинский коридор, а также по Агдамскому маршруту. Члены Совета, наверное, помнят о том, что за прошедшие месяцы вопросы о свободе перемещения и передвижении мирных граждан, а также о гуманитарном доступе были серьезным источником напряженности между Баку и Ереваном. Генеральный секретарь по-прежнему обеспокоен в связи с последствиями эскалации для хрупкой гуманитарной ситуации и призывает все стороны в срочном порядке содействовать беспрепятственному доступу для гуманитарной помощи мирным гражданам, которые в этом нуждаются. Также отмечаем, что Международный комитет Красного Креста выразил обеспокоенность в связи с гуманитарными последствиями последних событий для и без того уже уязвимого населения в регионе. Хотели бы напомнить о чрезвычайно ограниченном доступе к базовым товарам, к здравоохранению за последние несколько месяцев. И в связи с этим МККК оценивает, что ситуация, скорее всего, лишь углубит страдания людей. Председатель, события последних нескольких дней необходимо рассматривать в контексте более широкой схемы постоянных нарушений и прекращения огня, которые продолжаются. Отмечаем объявление вчера о прекращении боя столкновений, но ситуация на местах по-прежнему нестабильная. Понимаем, что представители местного населения и правительство Азербайджана провели встречу несколько ранее сегодня для первоначальных обменов мнений, что является положительным шагом. В заключение мы призываем к авторитетному и устойчивому прекращению всех боя и столкновений. Любое возобновление и эскалация приведет лишь к гибели людей, к человеческим страданиям и отбросит назад мирные усилия, которые пользуются международной поддержкой. Защита и удовлетворение основных потребностей мирного населения, включая их права человека, должно быть главной первоочередной задачей. Настоящий диалог между правительством Азербайджана и представителями региона наряду с всяческой работой по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном это единственный устойчивый путь вперед. Секретариат будет поддерживать тесные контакты со всеми соответствующими игроками и заинтересованными сторонами и готов поддержать продолжающиеся мирные усилия по мере необходимости. Секретариат также готов к проведению оценки гуманитарных потребностей, если будет предоставлен доступ, и оказать помощь, если потребуется. Благодарю вас. Я благодарю господина Йенча за брифинг и предоставляю слово членам Совета безопасности.